Бак не читал газет. А то он знал бы, то надвигается опасность для каждой коренастой собаки с крепкими мускулами и длинной теплой шерстью, обитающей от Пуджет-Саунда до Сан-Диего. По той простой причине, что люди, бродя ощупью в полярной мгле, открыли какой-то желтый металл, а пароходные компании и транспортные общества раздували с помощью газет это открытие, тысячи людей мчались в северные страны. Этим людям нужны были собаки. И собаки большие, с крепкими мускулами, годными для работы, и теплой шерстью для защиты от мороза. Бак жил в большом доме, в ласкаемой солнцем долине Санта-Клары. Усадьбы судьи Миллера называли этот дом. Он стоял в глубине от дороги, полускрытый среди деревьев, сквозь которые мелькала широкая тенистая веранда, огибавшая его с четырех сторон. К дому вели усыпанные щебнем аллеи, вившиеся среди широких газонов под сплетающимися ветвями широких тополей. За домом все было в еще более крупном масштабе, чем спереди. Там были обширные конюшни, где хозяйничала дюжина конюхов и конюшенных мальчиков, ряды домиков для служащих, обвитые диким виноградом, бесконечные аккуратные службы, длинные виноградники, зеленые пастбища, фруктовые сады и грядки ягод. Наконец там еще находились все насосные приспособления для артезианского колодца и огромный цементный водоем, в котором каждое утро купались сыновья судьи Миллера и плескались в знойный полдень, чтобы освежиться. И над этими обширными владениями царствовал Бак. Здесь он родился. Здесь прожил он четыре года своей жизни. Правда, были еще и другие собаки. Не могло не быть других собак в столь обширной усадьбе, но они в счет не шли. Они приходили и уходили.